Бسم им�ъ Аллаху, амсалат и ассалам алина Расулинлах. Натокеллам аналмасх алина хуф фейн, масх алина Джавари. Бسم им�ъ Аллаху, ассалам алина Расулинлах. Поговорим с вами, что касается обтирания носков или кожаных носков хуб. Да. Шруту алмасха алина хуф фейн. Лилмасха алина хуф фейн шрут. Для того, чтобы протирать носки или вот эти кожаные носки, есть условия. первое условие чтобы человек одел эти носки или эти кожаные массы на чистую ногу то есть полностью когда возьмет уду полноценного и после этого оденет носки или массы мы спросим который человек хочет сделать масс обтирание носков ты взял полноценное уду полностью закончил потом одел носки то есть второе условие чтобы эти носки были чистыми будет какое-то сомнение поспорит люди то есть чистые летели носки или нет то основа вещах что она чистая то есть также масса позволяется делать только при малом уме не приводу потому что когда если происходит большое сквернение то требуется полный гусел и нужно снимать для этого носки у лабуд антакон аль-жаврабейн саакера ле-галеб аль-уму также говорит носки должны закрывать большую часть ноги то есть также есть есть низкие нас есть низкие носки которые допустим не закрывают чиколотку или прям по чиколотке проходит такие носки тоже можно делать масс потому что не закрывать большую часть ноги и даже можно делать на них массы синим тоненькие носки и также условием является чтобы обтирание происходило своевременно и для человека который не путник в местности своей находится это один день и одна ночь а также 24 часа то есть и также а для путешественника мусафира три дня и три ночи то есть 72 часа то есть он должен одеть их после полноценного вуду надеть носки чтобы эти носки были чистые все атера галиб алigtи закрывали большую часть ноги аль-жаврабейн а то есть и оптира не бывает только при малом оскоренении но не при большом вафель 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 и своевременно ягоди аллах мунду антингс это маша с какого времени начинать отчитывать время что на это все вот эти 24 часа как только первый раз актер сделал масс с этого момента и начинаешь отчитывать сутки и ягни например сегодня воскресенье шеф сделал вуду в 6 часов утра и одел носки то есть прежде чем одеть носки он помыл ноги водой потом одел носки и он в таком состоянии этих носков проходил до зухра и то есть ему надо брать вуду и над далее и ближе к зухр намазу в обеде намазу в час дня он сделал маск, актер носки сделал вуду и актер носки свои значит он должен начинать отчет с часа дня и он может обтирать до следующего часа дня то есть еще сутки то есть для того человека который не является путешественником а если же он является путником то может трое суток обтирать как обтирает обтирает только в верхнюю часть носков либо обтирает сразу одновременно две ноги либо сначала правую затем левую как мы сказали что-то он допустим одел хуфы на фаджер а потом перед зухром то есть сделал вуду и сделал маску на носки и зашел в мечеть а потом и после этого снял носки портится ли его вуду этим самым? вуду этим не портится но не дозволяется ему в следующий раз опять обтирать эти носки если он их уже снял потому что он их уже снял и невозможно делать маску то есть снял и одел их тут же допустим и мы говорим что вот это одевание носков оно не произошло на помытые ноги поэтому невозможно делать маску да и Аллаху А'ламу Салаллаху Набиа Мухаммаду Али Ва Сахбе Ассалам и Аллаху А'ламу Салаллаху Набиа Мухаммаду Али Ва Сахбе Ассалам